Да, ну что, биточек стоит. Ну что, биточек стоит, стоит как вкопанный, но немного пролили, конечно, еще немного пролили, и вроде бы бы это дип, как говорится, покупай просадку, но с другой стороны, ребята, что-то это настораживает. И, собственно, да, на четырехчасовом таймфрейме мы видим, что мы прокалываем сетку EMA Ribbon тенью свечи, как это было вот здесь, в принципе, то есть, возможно, что как это было вот здесь, а возможно, что и нет, а прокалываем посерьезнее, потому что, смотрите, красная точка, здесь это все идет вниз. Короче, мы можем сейчас начать падать, отдаляясь на дневку, как раз куда-нибудь к дневной сетке EMA Ribbon, как видите, вот точно к верхней границе, как минимум это у нас 22400, если мы продолжим падать. А вообще, честно говоря, можем спокойно упасть до горизонтального уровня, скажем, вот этого предыдущего сопротивления, это примерно 22500 и средняя граница EMA Ribbon. Так что, если мы говорим о продолжении коррекции, то примерно вот эти значения можно ждать. Опять же, по Fibonacci у нас там находится сильный уровень 0.38, ну, правда, чуть ниже. Вот где-то вот эта зона, наверное, да, между 21 и 21500, где-то вот эта зона, наверное, будет очень сильная, если мы туда вообще дойдем. Не факт, что мы туда дойдем, мы, может, сейчас от сетки отскочим и все. Мы еще даже до сетки не дошли, до дневной. Это мы сейчас рассматриваем такой вариант с затяжной коррекцией, который может быть, ребята. Но на Litecoin, который, кстати, отсигналил нам на сайте TRDR, который отсигналил нам идеально на начало этой коррекции, вот здесь, начал появляться обратный лонговый сигнал. Правда, сейчас он исчез. Во, видите, появился. Прямо сейчас, когда я это записываю, вот он появляется и исчезает. Это четырехчасовой таймфрейм. Соответственно, мы ждем закрепа. И в Telegram-канале я делал об этом пост. Соответственно, вот, что появляется этот сигнал. Но ждем закрепа, поэтому будьте осторожны. Поэтому проверьте подписку на наш Telegram, чтобы получать эти бесплатные сигналы максимально быстро. Вот. Ждем закрепа этого сигнала. А пока напоминаю вам еще, что на бирже BitGet, по ссылке из описания, проходит сейчас турнир специально для Community Crypto Commons. С очень высоким шансом на победу и с очень низким порогом входа. Короче, переходите по ссылке, добавляйтесь и торгуйте вместе с нами всеми фьючерсными парами. Вот. Видите, все-таки появляется этот сигнал. Что он значит? Он значит, что очень много кто покупает сейчас здесь экстремумы покупок, которые спасают цену. Как было в прошлые разы, вы видите сами. Как будет сейчас, не знаю, посмотрим. Потому что параболу, конечно, мы пробили здесь. Это не очень хорошо. С другой стороны, парабола, опять же, она же может быть и какая-нибудь вот такая, более плавная. Мы пока не знаем ее формы. Вот. Так что да, Litecoin здесь, на мой взгляд, является опережающим индикатором всего рынка. Что по BitKu? Что глобально, если не говорить сейчас об этой коррекции локальной, отдалясь на дневку или на недельку, то мы имеем дело с обратной коррекцией. То есть с ростом вот к этому всему падению, да. И эта обратная коррекция, ребята, она может нас, конечно, забросить еще гораздо выше, чем мы думаем. Даже в рамках вот просто отскока. Куда-нибудь на 61,8, на 48 тысяч долларов по Биткоину. Это вот то, о чем я вам и говорю постоянно последние уже несколько недель. Что вот у нас средние значения, ценовые значения Биткоина. Вот у нас этот канал и, вероятнее всего, мы туда и дойдем. Это сейчас кажется, может быть, чем-то очень невероятным. Но на самом деле памп на 90, на 100% для Битка это вполне себе вообще нормальная тема. Поэтому, ребята, планов не меняем. Продолжаем держать, накапливать, ходить позиции. По Биткоин кэшу, как я вчера и говорил, посмотрите, это просто смотрит на супер-мега-лонг. Вот, на Битгете я свои позиции держу, на Байбете я свои позиции держу. Естественно, частично уже разгруженные прибыли дофига забрано, поэтому все очень удобно. То есть сейчас, по сути, торгую уже на чистую прибыль, чего и вам советую. А вот спекулятивный трейд на Femex, кстати, а вот спекулятивный трейд на Femex практически в безубытке. И уже по-хорошему-то должен был застопиться вот здесь. Здесь как раз вышибло бы по стопу, поэтому стоп я передвинул, стоп я убрал и начал догружаться, потихонечку догружаться. Дисклеймер не финансовый совет. Собственно, я к тому, что вот здесь вот сходили как раз бы за моим стопом. Так что возможно, что это и есть локальное дно, ребят, потому что за стопами сходили. И как бы восходящий тренд наверх. И я думаю, что сейчас да. Либо, короче, мы пойдем наверх, либо я выйду руками просто, либо буду догружаться, посмотрим. Вот такие сегодня мысли. Я думаю, что надо хватать лонг и не буду сейчас смотреть альткоины, потому что хочу донести максимально быстро для вас эту информацию. Поэтому буду сейчас выкладывать видео. Разве что битдау, посмотрите, как красиво смотрится на недельке, а? Битдау просто смотрится вот туда. Все, ладно, короче, всем спасибо, всем профитролей. Ставьте лайк, тейк, стоп, пишите комментарий, добавляйтесь к нам в тележку, чтобы не пропускать все вот эти уведомления и сигналы. Ждем закреп 4-часового сигнала. Возможно, он появится чуть позже, если еще сейчас прольют цену, но потом точно будет заходной в To The Moon, поэтому все ссылки в описании. Торгуем осторожно. И скоро увидимся, пока.